всем привет друзья с вами турпресс алена андрей мы в шереметьево цель прямо сейчас начинается наш новый сезон большое путешествие по юго-восточной азии концепция нового сезона заключается в следующем мы будем искать максимально бюджетные варианты проживания питания транспорта но при этом не выходящие за рамки базового уровня комфорта первой части нашего путешествия нас ждет таиланд и малайзия первым делом едем в город-курорт паттайя потом чем в город ангелов и столицу таиланда бангкок после едем в азиатский город будущего куала лаумпур а далее следуем на тропический остров лангкави после лангкави возвращаемся в таиланд и путешествуем по экзотическим островам самыми лучшими пляжами это калипы и пхе-пхе а после мчим на пхуке так что обязательно друзья подписывайтесь на нас ставьте колокольчик чтобы не пропустить интересные выпуски поддержите нас лайком комментариям кого есть возможность поддержите нас финансово и всем приятного просмотра просмотра а прямо сейчас по традиции мы отправляемся в бизнес-зал чтобы отметить начало нашего путешествия и если вы тоже хотите посещать бизнес-зал обязательно смотрите внизу в описании к этому видео я оставлю ссылку на банк при регистрации по этой ссылке два месяца вам банк подарит бесплатный пакет сможете посетить бизнес-зал бесплатно пойдем посмотрим что сегодня на ужин нам предлагают так итак в меню суп гороховый суп с грибами и куриными потрошками бига с копченостями но это типа рис котлеты рыбные на будет попробовать мы же летим в таиланд это тоже рыбная страна котлеты мясные для тех кто не любит рыбу 10 гречка пуриная печень с луком и наши друзья китайцы так здесь те же самые супы салатики как всегда кстати я в прошлый раз брала вот этот салат со свеклой и яблоком он оказался очень вкусным сэндвичи как всегда пирожки бутербродики колбасные нарезки есть есть в меню заявлено смотри это сладкие десерты до эклерчики картошка птичье молоко на общем прошлый раз когда мы были утром и вылетали в минск все было практически то же самое и друзья самый главный вообще рад чего стоит сюда прийти от конечно же бар пожалуйста игристые игристое вино брюк красное и белое бьянка вода напитки и чай кофе и круассаны в общем все в ассортименте да нормально и кстати мы не сказали мы же летим оманскими авиалиниями в банкок билет взяли за 67 тысяч рублей в один конец потому что когда мы будем возвращаться мы сами еще не знаем взяли себе еды салатик я взяла рыбные котлеты попробовать естественно вот эти сэндвич они вкусные ты что взял просто котлету мясную вообще отлично будем пробовать комплект котлет кстати пахнут как вот в советских столовых ну по-хорошему как литры дни ранее классные котлеты ну хорошая белая рыба мягко белая мягкая вот солененькие такие вкусные котлетки что как у тебя настроение скажи отлично ну что друзья за таиланд кто любит и обожает таиланд пишите давайте может быть какие-то советы ориентируйте потому что мы были в таиланде в 2013 году в 2015 это паттайя и пхукет ну соответственно 10 и 8 лет назад так что мы летим сейчас практически как первый раз да нам тогда таиланд не очень понравился но это просто наши ожидания мы ожидали чего-то другого не делая ну у таиланда все-таки свое собственное лицо а мы наши личные как бы фантазии на него переместили ну вот так сейчас мы полностью готовы вновь полюбить таиланд мы хотим проникнуться его вот этим вот неповторимым очарованием избавиться от нервозности погрузиться в это как это там собой собой да называется вот хотим решить возможно проблемы с плечами потому что у нас есть как у всех людей которые работают за компьютерами возможно массаж нам поможет также мы хотим раскусить и прочувствовать тот бренд который продают все маркетологи мира это во всех отелях это как раз таки тайская кухня тайский массаж вот этот тайский бренд его везде очень активно продают и мы хотим ощутить его на его родине так что еще раз приятного просмотра и поехали сегодня салат оливье и он очень вкусный вот прям попробую класс и у нас уже такой как бы новый год смотрите салат оливье и шампанское ребята за вас чем на посадку из бизнес-зала идем на данный момент съемку прекращайте в трапе снимать спасибо и до свидания и а а и и и и и и все добро пожаловать маскат здесь нас встречает мягкий ковролин очень приятно идти кстати оман эйр welcome to маскат так ну все мы прошли еще один контроль в аэропорту маскат это очень быстро и уже в зоне duty free будем ждать наш весь банкок все-таки классно оформлен аэропорт амана маската здесь все напоминает пустыню дюны лавочки такие вот кактусы красота спа кстати можно посетить смотрите берелакс так друзья здесь есть макдональдс и кэсси в аэропорту маската все цены местные валюте в реалах поэтому сложно сказать что сколько стоит посмотрите переведите мы сейчас уже шесть вечера вот трансфер мы заказали и нам будет нам деньги либо поменять либо снять с карточки вот посмотрим какой здесь курс в аэропорту если нормальный то в принципе нам поменяем потому что нам надо за отель заплатите за такси больше никаких доехать до отеля банкоматов здесь полно обменников тоже много но курс там по тридцать четыре официально сейчас тридцать семь поэтому спустимся на минус 1 или на 1 короче мы здесь первый раз вот и посмотрим что там можно найти интересного народ короче пользуется этот этаж популярностью волнительный момент найдем ли мы достойный обменный пункт чтобы поменять хотя бы по 30 ну хотя бы по 30 вообще я для себя определила 36 и 6 самый оптимальный курс это вот по моему 1 процент да это нормальный курс 36 и 6 а все остальное уже но так себе но 34 конечно но и аэропорта что делать а вообще где выгодные курсы в аэропорта где не выгодные смоя какой стране на шри-ланке тоже мы прилетали меняли сразу в аэропорте потому что очень хороший курс на все требующие советуют именно на шри-ланке так это вот мы спустились на первый этаж я так думаю нам надо спуститься на минус 1 мне так кажется на минус первым еще то вон и лаван есть можно тоже купить кое-что так должны быть да вот сейчас посмотрим какой курс и уже народная легенда что в подвале аэропорта он куда это вот вход в метро уже до и уже пошли запахи тайские тайские запахи на не 34 39 очень-очень плохой и невыгодный курс это вот мы идем уже где входы в метро до рядом здесь люди людей много стоит это либо на обмен либо за билетами да это обменник видимо хаппи хаппи рич да ну вот здесь 3680 вообще классно поход мы миллионеры поможем ага 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 здесь кстати нужен паспорт еще двадцать девять четыреста сорок окей thank you капунка вот здесь кстати можно конвертик взять двадцать девять четыреста сорок ну вот короче так выглядят денежки такие они новые в принципе двадцать девять четыреста сорок да не совсем мешок ну потому что и курс официальный 37 вот а поменяли мы по 36 80 ну хороший курс 800 долларов сейчас нам нужно будет за отель заплатить ну и там чтобы не бегать уже по сто раз кое-что может останется но да надо идти на самый-самый нижний этаж по 34 и вот там куда уже не ходит нога цивилизованного туриста где метро ну да вот хэппи рич тут такое зеленый обменник в общем самый-самый нижний этаж надо искать да так сейчас мы паспорта здесь убираем все у нас только вещей это ужас какой-то до кошелек кошелек у нас здесь ну так ну в принципе все пойдем искать трансфер они наверно нас уже да а тут пресс а ай терпресса вот да этот запах этот влажность которую все собственно и ждут наконец-то мы прилетели этот рейс окончен сейчас 10 минут будем ждать и поедем в отель вот так что можете нас поздравить да наконец-то наше мучение самолетные окончен не авиакомпания хорошая но все-таки летать мы не очень любим вот наша машина садимся все наконец-то мы в такси вот трансфер тысячу сто бат до северной пота и мы едем если кому нужно будет заказывали через русскоязычное туристическое агентство ну вы видели там с табличкой все встретили проводили до машины вот я с кому надо контакты пишите пишите в комментариях нужен трансфер в паттайя мы дадим контакты вам этого агентства ну мы поехали в отель да время у нас но это московское считайте 4 так что посмотрим за сколько мы доедем а здесь сколько а здесь сколько еще ну здесь уже семь да ну что поехали да счастливого пути ехали мы в наш отель ехали полтора часа притом у водителя кондиционер естественный там темная такая улица мне вообще казалось что мы по москве где-то едем еще думаю не уже в дреме еще думаю неужели все еще впереди это сон что мы приехали а на самом деле все эти самолеты т.д. т.п. в общем пойдем заселяться идем да 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 так рецепшен уже так все симпатично в принципе выглядит да в одном да паспорт вот я Елена, да, правильно, это вот два пара. Сент-Аргран. А, Сент-Аргран. Да, у меня есть семи левен, но не у меня. У меня есть семи левен, но я думаю, что у меня есть семи левен. Это хорошо. А вы хотите идти на семи левен? Венцепшен, бассейн. Ну, это, естественно, вечер, завтра все будем снимать по-новому, когда будет день светло. Вообще прикольно, мне кажется, да? Очень. Классный. Давай. Номер у нас такой большой, заходим. Огромный номер, наверное, сколько тут, 70 квадратных метров, да? То есть, ну, такое, конечно, все не очень новое, но это Азия, что все чисто зато. Это большой плюс гигантский. Здесь кран. Ну, вода такая, но она есть. Плитка на случай, если кто-то что-то захочет приготовить. Чайник. Холодильник тоже такой старенький. Водичку нам положили. Воду будут приносить каждый день вот по две такие бутылки. Чашки, собственно говоря. Стол. Смотрите, большие вообще гигантские кровати. Как king size. Да. King size на двоих, king size на одного. Да, да, да. Прям пить хочу. Вот, какие простыни чистые. Сейчас не буду трогать. У меня руки в воде, но вижу, что чистые простыни, свежие. Тоже все просто. Классно. Одеяльца. Такие, да? Это не одеяльца, это полотежки. Полотежки. Да. Соответственно, ну, полотенца. Два больших, два маленьких для лица. Здесь, ну, телевизор, естественно. Так вот, можно тоже посидеть. И балкон. Балкон. Посмотрим. Главное, чтобы... А, здесь, кстати, еще есть кондиционер. Вот он работает. Ну, возможно, мы его выключим, естественно. Ну, слушай, у меня вообще супер просто классно. Посмотрим, как телевизорские квартиры. Да. Гигантские. Такой можно встретить. Участка. Да. И вид, в принципе, хороший. А что мы видим из окна? Ну, мы видим Сентару Гранд Мираж. Она вот там. Это вот эта, которая светится? Да. Такая. Красивая, красивая. А вот эта, я не знаю, что. Но это мы завтра, друзья, еще покажем. Да. Завтра днем. Сегодня уже такой у нас, ну, сами понимаете, выпуск. Мы, во-первых, анонсировали, куда мы поедем. Какие страны мы посетим. Что мы и в Бангкок поедем. И в Куала-Лумпур. И на Лангкаве, остров дьюти-фри малазийский. В общем, и в Таиланд, потом по островам поедем. Ко-Ли, Пхи-Пхи, Пхукет. Потом еще куда-то. В общем, обязательно подписывайтесь на нас. Вот. И завтра все днем, естественно, покажем и расскажем, что хочу сказать. Вот этот номер обошелся нам, ну, сейчас считается же низкий сезон, да, наверное. В среднем где-то 20 долларов в сутки. Сейчас все требующие будут над нами похохатывать. Потому что они-то за копейки снимают. Нет, это за копейки. Потому что, ну, ниже там 50 долларов. Сложно найти вообще номер. Такой нормальный. Ну, не в хостеле там, я имею в виду. А нормальный номер. И что, ну, то есть мы заплатили меньше 400 долларов. Вот сейчас за 18 ночей. 18 ночей мы здесь будем проживать в Паттайе. Будем, естественно, показывать самые интересные с вами. Кстати, мы впервые будем узнавать. Потому что здесь все изменилось спустя 10 лет. Мы были в 2013 году. Вот. И мы бы могли снять, конечно, допустим, кондо. И это стоило бы еще дешевле. Допустим, за те же там 300 долларов, что мы здесь за 18 ночей дали. Мы могли бы снять кондо за эти же деньги, но за месяц. Но у нас... Ну, я и говорю, требующие тебя не закопить. Снимают там вдаль от моря квартиры. Но у нас, да, у нас другие планы. Нам и по локации, чтобы все-таки пляж был рядом. Море был рядом. Море, да. И, ну, как бы, и вообще у нас... Плюс мы потом в Бангкок переезжаем, в Куалумпур. То есть нам на месяц... И массаж хочешь, чтобы массаж был рядом. Массаж, да. Нет, и дело, самая главная фишка в том, что мы не будем байки брать в аренду. Мы права, кстати, в этот раз взяли, но байки в аренду мы брать не будем. Ну, потому что не хотим по такому все-таки безумному... В безумном трафике в таком участвовать. Все-таки мы еще пока к этому не готовы. А без байка, если где-то уже, да, далеко, там в километре в двух... Ну, это... Есть там хорошие конды, но далековато. Ну что, будем распаковываться и... Мы будем распаковываться. Сейчас, кстати, покажем еще, что мы взяли на первое время. И, наверное, сейчас пойдем в Family Mart вместе с вами. Сходим, посмотрим, может, что-то купим, поесть вкусненького. Очень хочется уже Том Яма попробовать. Но, не знаю, время 9. Если найдем, то попробуем. Если нет, в Family Mart заскочим, возьмем вкусняшек и вместе с вами уже выпьем и съедим за приезд в Паттайу. Мы обещали вам рассказать, что мы взяли с собой. Потому что, напомню, концепция нашего путешествия. В данном сезоне тратить максимально меньше. Максимально? Минимально? А ну, что вообще бесплатно? Минимально, да. Максимально меньше, минимально. Ну, потому что и рубль, бедолага, совсем исхудал. Вот, отощал. Так что, смотрите, что мы взяли. Мы взяли с собой, в Москве купили, кстати, турецкий. Вот этот кофе нам очень понравился, когда мы были в Турции. Вот, и в Москве его тоже продают. Мы заказали, чтобы здесь пить хороший турецкий кофе. Взяли два пакета молока. На первые дни, да. Да, мы любим пить кофе именно с молоком. Вот, но тоже здесь оно продается наверняка дороже, чем у нас. И взяли, смотрите, еще три вот таких пакета. Это красное вино, ну, на всякий опять-таки случай. Вот. Мы, конечно, из таких пакетов вино не пьем. Пьем из бутылок, но в бутылках оно реально тяжелее. Да. Весит. И здесь, кстати, ну, по составу, короче, это невинный напиток. Это красное сухое вино португальское. Попреждают, мы его не рекламируем. Да. Португальское красное сухое вино не рекламируем. Но сами, естественно, выпьем за приезд. Вот это вот в пакете. И вот это вот, это тоже очень полезная штука. Но мы вот ее взяли в этот раз только одну. Хотя ее можно использовать наполовину, допустим. Это, знаете, если вот вы приезжаете в отель, даже если и в пятерку можете приехать, ну, или вот в такой, как мы сейчас приехали, чайник электрический. Там может быть накипи, там различные и так далее, и тому подобное. Короче, если прокипятить чайник с лимонной кислотой, там вот это все на дне, оно как бы счищается. Ну, прокипятить, то есть вы первый раз засыпали, прокипятили, выкипели, вылили. Потом второй раз засыпали, еще там, ну, пока уже лимон два-три раза прокипятить. Первый раз с лимонной кислотой, потом просто, чтобы... Вот это как, а я не знал, что надо три раза. Да. И, ну, то есть чайник реально становится чище. Вот мы лично, так как мы пользуемся чайником, будем пить кофе с молоком, мы вот взяли эту штуку, чтобы он был чистым чайником. А что еще прекратили? Да, пожалуй, все. Ну, как всегда, крема для загара мы тоже взяли, ну, у себя купили. Притом сейчас у нас сезон же уже заканчивается, они продаются, ну, вот по 500 рублей. А раньше было? Раньше, да, по 1000, а в Турции вот по 20 евро вообще были. Крема взяли, чтобы не покупать. И взяли антисептики для рук. Ну, на всякий случай тоже, чтобы здесь не покупать, можно обработать руки. Вот. И можно, кстати, этими же антисептиками обработать там какие-то поверхности. Там столы или тумбочки. Ну, в общем, чтобы вам было приятнее и вы точно знали, что у вас все круто и хорошо. Кофе попьем и пойдем в Family Mart или Tom Yam искать. 7-11, не Family Mart, а какое-то другое название у него, у этого магазинчика. В принципе, здесь тоже все есть. И мы пришли для того, чтобы взять в первую очередь, это, конечно, питьевую воду. Нашли здесь полтора литра за 10 тайских бат. Вот эту воду взяли. Так, и мы хотели взять, типа, какие-то дамплинги. Вот все очень любят их. Но здесь почему-то они только со свининой. Вот. Я не знаю даже. Они, по-моему, замороженные. Такие. Ну, я думаю, что мы... Я не знаю, как их есть, да. Ну, лично посмотрим, что-нибудь посмотрим. Макашники. Ну, там есть, да, макашники. Так, и... Холодильник зверь, короче. А вот молоко, я смотрю. Молоко, да. Мы его привезли с собой. Не зря. Ну, в любом случае, нам, конечно, нужно будет покупать его потом. Все, мы смотрим сами, сколько стоит молоко. 100... 100... 95 бат. Это у нас... Сколько здесь? В долларах. Я там сейчас не сориентирую. Нет. Ну, это 2 литра. Ну, грубо говоря, это 300 рублей. Российских рублей? Да. 300 российских рублей. Ой, сори, сори. Ну, 95 это 2 литра. А 830 можно вот за 46 купить. Все равно дороговато. Ну, да. То есть, это 90-130 российских рублей. Вот так вот получится. Ну, тут привыкли йогурты есть. Знаете, зачем, когда есть йогурты, когда есть том-ям. Да. Том-ям-ку. Сосиски, ну, любите динарилы. Сосиски, сардельки. Ну, да. Как правило, друзья, сосиски, сардельки в таких странах, они не очень. Это сладости, да, тут различные сладости. Ну, мы как-то снащили порогулочки, самолет, когда вот. Ну, мы не стащили, мы просто их взяли, да. А, вот еще что-то вкусное. Вот это вот. Вот эти бутерброды мы, кстати, смотрели тоже на ютубе. Вот эти бутерброды все обожают, да. Они такие, прям, еще хлеще, чем Макдональдс. И вот эти вот дамплинги. Вот они со шримпсами, ребята. Все. По крайней, я не знаю, это фирма или нет. Кто вот в них разбирается, пишите. Шримпс. Так, а это что? Это спайси. Ой, Алён, слушай, я там на улице видел манго резаный продают. Ты мне на манго-то оставь денежку, а то сейчас все, знаете, спустим. Ага. Вот я съеду. Бутерброд, ну давай съедим. Сейчас ты говоришь, это меня заинтриговало. Еще раз покажем цены. Не пойму, в чем отличие. Я могу ставить цены приемлемые, если в российских рублях. Если в российских рублях, то, наверное, это где-то... Ну, на 3 можно. Так, порк, порк, порк. Порк. Я бы вот что-нибудь такого овощного, конечно, салатик какой-то. Ну, по-моему, здесь таких прям салатов нету. Типа нашего греческого или что-то такое. Мне кажется, там на улице они едут салаты. Да, это точно. Точно. Про улицу я забыла, но они, кстати, могут сейчас и закрыться. Так что возьмем это с водой и вперед. А еще есть, кстати, сладкие. Всякие сладкие штучки. Ну, не будем, в общем, всего набирать за один раз. Да. Попробуем эти. Ром стоит 142 бата. Мы ром будем брать. Давай. А? Давай, если мы будем брать ром, тогда нам нужна еще и Кока-Кока. Да. Чувствую, что мы сейчас объедимся. Взяли в этом магазине, еще в кафешку зашли. Взяли уже салат за 40 бат. И здесь такой, типа, уличная еда. Стрит-фуд. Так. Нудлс. Паттай с креветками, ребята. 250 бат. Ну, это дорого, наверное. Ну, это L, да. M 180. И S 130. По тайне. Но это я знаю, что самое, типа, вкусное. Ну, просто листаем цены, показываем. Кто-то там на стоп поставит. T notion, Т notion. А есть такой вот. Суп на кокосовом молоке с курицей. И это T notion, но здесь нет на клевете, на клевете. На клевете и на клевете. На клевете нет на на клевете. Чувствую? На клевете в кокосовом молоке с курочей. Да. И, на клевете, но без солны и чили. Ни, 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 ни. но ты такой вот этот суп и с креветками а этот на кокос и целеса мелко канат я тоже такое же давай 22 то и тбек а тут у нас смотри Добро пожаловать в наш канал! Ну, с первого дубля не получилось, у нас тут айфон уже разряжается, пробуем еще раз супчик том-ям, я уже сказала, что это прям уже реальная Азия, запах и вкус, мы просили, но у Спаси научили, но она все равно положила чили красный, но вкус, ребята, вкус. Вкус просто обалденный, просто это фантастика, острый сразу так, даже в пот немножко бросает. Здесь креветки, кокосовое молоко, помидор, значит, ну, листья и грибы. Вот, такой супчик. Ну, что-то похоже на московский? Ну, что-то похоже, но, конечно, не московский. Кстати, стоит он 160 бат, и я бы не сказала, что порция прям гигантская. Напишите, если вы также любите том-ям, а я думаю, если вы любите Таиланд, то вы 100% любите том-ям. Напишите ваши любимые места, где можно поесть хороший, вкусный, настоящий, наваристый, большой и недорогой том-ям. Бомба, за ним и шли. Андрей острый не особо любит. Так, остро. Ну, достаточно терпимо. Вот, как нас встречает Паттайя, да? Сели есть том-ям, и через 10 минут на тебе. Да. Ели мы, кстати, том-ям вот в этой улочке, рядом с отелем Сент-Ара Гранд Мираж. Да. Сезон дождей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вчера попали под дождь, уже не стали снимать. Отметили, пришли в номер, выпили тайский ром с Кока-Колой. Все отлично. Сегодня проснулись и начинаем снимать для вас сюжеты, которые вы уже увидите в следующих выпусках. А на этом данный сюжет закончился. Всем спасибо за просмотр. С вами была Турпресса, Алена Андреев. Всем пока. Всем пока.